Вопросы у вас в том, что обсудили? Конечно, просто обсудили. Вопрос мой. Скажите. Я веду. Мы вместе. Конечно, да, пожалуйста. Вопрос вот какой. Если отличие от главных проблем финансирования, образования, приборостроения, обратиться к авторстепенному вопросу. Конечно, современная астробиология полагает, что внеземная жизнь основана на той же биохимии и на тех же структурных факторах. Потому что, когда мы говорим о приборах, мы говорим, что мы ищем земную жизнь. Когда мы говорим об образовании, мы учим их в 20-м и 30-м годах. Сегодня мы будем и завтра обсуждать проблемы, что есть астробиология, а не то, что нам не хватает денег. Мне кажется, главная проблема, мы не обсудили, что мы ищем. И сегодня это вот затрагивалось в разных выступлениях по-разному, а проблемка на самом деле не финансирование, а что мы будем искать. Конечно, конечно. Но об этом мы не говорим. Так вот, вы считаете, что мы ищем земную жизнь везде? Я считаю, что на сегодняшний день мы ищем биологическую форму жизни, то есть земную жизнь. Мы другое не знаем. И наши приборы... А принципы, я на этом скажу, а принципы совсем мы знаем, они более общие, нежели такими, которые мы ищем. Вот это очень хорошо, если кто-то задумается над общими принципами, но такое есть направление, так сказать, мышления, исследований, и оно существует в рамках астробиологии тоже. Нужно я вам отвечу? Если это круглый стол, он подразумевает участие всех равнозначно. Поэтому я вам отвечаю. Смотрите, на сегодняшний день ожидать где-то около земли другую жизнь, на других принципах и так далее, и так далее, маловероятно. То, что зародилось, это настолько... Извините, вы подменили мои слова. Я сказал, что принципы есть, а я сказал про химию. Вы не подменяете мои слова. Нет, нет, я ничего не подменяю. Значит, 21 или 20 аминокислот и так далее, и так далее, вот сейчас. Это не мое мнение, понимаете? Я это смотрел у крупных специалистов, которые и здесь, и за границей изучают эту жизнь. Вероятность. Вот вы понимаете, панспермия всегда работает. Она простая, примитивная доставка. Но мы для других тоже далекая... Знаете, я докончу смысл. А вот ожидать, найти жизнь другого типа, это, ну, практически она равна нулю. Я вот по мнению этих специалистов, вот эта жизнь крайне трудно. Специалисты, это не аргументы. Мы здесь все достаточно специалисты. И ссылаться на кого-либо неправильно. Должны быть аргументы. Какие аргументы вам? Что? Жизнь, вероятность, против? Говори. Я немножко о другом. Я бы хотел, да, дискуссия раз пошла, то вот Елена Алексеевна, ты немножко другое, насколько я понимаю. Не проблемы астробиологии вообще, а проблемы так, как нам здесь, в России, на астробиологические средства вообще-то получить деньги. Для начала раз. Под общие принципы, сейчас можно секунду, под общие принципы деньги никто не даст. Абсолютно точно. Значит, если вы предложите, например, искать сигналы, там какие-то специфические от экзопланетных систем, пожалуйста. Ну тогда это точно ляжет в канву того, что мы сейчас обсуждаем. Какая приборная база для этого нужна, и что мы можем предложить здесь. Если что-то необычное, я, кстати, поддерживаю. Если что-то вне мейнстрима, замечательно. Ну тогда давайте сформулируем это дело. А просто общие принципы, ну сформулируем общие принципы. Можно, конечно, Лена абсолютно права, сделать короткий доклад, какую-то записку, да, и пытаться ее разослать. Обязательно надо сделать, но, значит, под общие принципы деньги нет. Абсолютно. Но вопрос. Значит, предмета астробиология нет в университетах. Нет в ФФИ такого раздела. Соответственно, ты не можешь получить, да, в нем большие деньги. Да, и это не нужно пробить, наверное, конечно. Нет в перечине наук, нет астробиологии. Поэтому мне кажется, нужно начинать с этого. Эта дисциплина должна быть внесена, как факт ее существования, что она есть. Так, кстати говоря, Лиза, ты пытались же на совете при президиуме, это еще несколько лет назад. Я знаю, но вот так в этом направлении, да, первый факт. Надо сначала утвердить, что есть такая мелодия. Или разрабатывали правила. Что есть, надо бороться за то, что была признана такая мелодия. А потом у всех осталось. Отсутствие вот такой науки, оно в результате мы сталкиваемся на каждом шагу с проблемами. Потому что в какой журнал подавать статью у нас практически некуда. Нет, более того, вот я знаю, у нас есть там идеи, вот ребята с лаборатории, хорошая идея, вполне астробиологическая. Но они не могут, они в принципе некуда подавать. Некуда. В науке о земле не проходит абсолютно. Совершенно верно. Значит, биологический науки не проходит никуда. Значит, в результате наука развивается вот так кулуарно. То есть, поскольку никто не может сказать, вы знаете, у меня есть грант вот по тому-то, тому-то, я это изучаю. Вот хотя бы то, о чем вы говорите. Мы не можем, у нас нет таких. Поэтому мы все занимаемся не астробиологией. Мы выкраиваем что-то из своих результатов. То есть, мы даем астробиологическую интерпретацию. Интерпретацию данных совсем, сделаем на совсем другие деньги. И еще один момент. Я думаю, что Лена завышает очень, вот, я не хочу сейчас называть страну нашего гостя, но завышает вот то, что делается за рубежом. Особенно в США относительно вот этих дел. Дело в том, я сейчас вам приведу очень важный пример. В пятом году был проведен эксперимент Deep Impact. Слышали вы про него? Deep Impact. И вот там метеорит, вернее, не метеорит, а часть спутника ударила по метеориту Темпер, кажется, он назывался. По камете, по камете. Слушайте меня, а, ребята. Дело в том, что американцы тогда, вот этот самый Мелош, Шульц, это асты, понимаете? Просто 4-5 страниц их медалей и так далее, и так далее. Они просто прошляпили, прошляпили синтез, который был показан в этом эксперименте. Вы понимаете, вот во время удара они прошляпили вот первый выброс плазмы. На фотографии он есть. Он видел, как это быстрое такое перегретое вещество, минутку, двигается, и все пропало, все дальше. И никто это не комментировал, потому что это геологи, и они в плазме ничего не понимают. Я написал статью, я послал Ахерну и Шульцу. Я говорю, ребята, давайте вместе напишем. Они просто не поняли, что я вам пишу, потому что Ахерн астрофизик, Шульц геохимик. Теперь дальше. А, результаты были, понимаете? Все наземные станции наблюдали это явление. Они все были очень удивлены тем фактом, что вот вокруг этого кратера появились какие-то новые вещества. Вот две страницы только авторы. Потом те все наземные станции, которые участвовали, еще две страницы. И вот, а резюме было вот пять строчек, что мы наблюдали какое-то явление непонятное для нас, новые вещества. Все. А это был синтез. И там появились... Я думаю, вот, в вашей мысли, у меня сложилась, ну, астробиология, это понятное направление науки, там, которое требует стыковки очень многих специальностей, очень многих людей. И это очень часто действительно затрудняет диалог. Даже, вот, я не буду говорить, там, физики, там, геологи и так далее. Даже, вот, правда, какого-то биологического сектора, очень часто могут создаваться какие-то взрослые моменты, вопросы, не всегда понимания. Потому что разная школа, разные подходы, разные взгляды, разные эксперименты. Разные языки, понимаешь? Не родился ли? Да, это вообще... Ну, нет, я говорю, пока, давайте про российский сектор. Мне кажется, что было бы очень целесообразно поступить как-то вот так, если развивать астробиологию. Создать некоторые такие, типа, советов. Там, биология, скажем, там, биология, химия, там, и так далее, и так далее. Вот, по каким-то узким отраслям, куда бы привлекались бы самые разные специалисты. Потому что, вот, астробиология подходит практически любые, ну, знания микробиологии. И тогда, под какую-то задачу, под какой-то заказ, под какую-то проблему, скажем, координатор такого совета касается всего, мог бы сформулировать задачу и как-то думать, вот, какого специалиста вот привлечь до консультации. И весь вид острый биологический совет по стране. Ну, биология там, допустим. Ну, консультации. Да, потому что получается, и тогда... Вот там координаты. ...в тема специалиста, в общем-то, в узких каких-то направлениях. Поэтому, может быть, целесообразно подумать. Компортизовать такие вот внутри этого консорциума. Все правильно вы говорите, да, но я боюсь, что создание любых советов, да, оно вначале на энтузиазме какое-то количество времени пойдет, а потом это все будет затухать, если не будет соответствующего финансирования. Правильно. Вот, я думаю, что, конечно, вопрос с финансированием, он, та программа, за которой мы боремся, да, это как раз финансирование очень хорошее, которое и даст возможность все эти структуры организовать и поддерживать. Потому что на энтузиазме, вот сейчас вот все люди, которые здесь, да, это, в общем-то, энтузиасты, они готовы делать какие-то исследования самостоятельные. Но, вот, в нашем узком сообществе это все так может и остаться. Мне кажется, что один из вопросов, который мы должны поставить, это действительно финансирование. Ну, причем финансирование добротное, хорошее, на уровне европейских грамотов. Вот, как раз программа Tempus или Erasmus, это один из вариантов. Это деньги, которые позволяют разработать учебные планы, которые можно потом предложить университетам. Собственно, сам проект, он был предназначен как эксперимент. Он был предназначен для того, чтобы эти планы разработать и предложить. То есть, нет необходимости получать разрешение от Министерства образования с тем, чтобы их обязательно внедрять. Но, вот, как эксперимент по разработке этих планов, вот, такие проекты очень полезны. Плюс, есть финансирование встречам, есть финансирование различным другим активностям, в том числе, работая со средствами массовой информации. Этот аспект никогда не надо забывать. Несмотря на то, что вот на Западе действительно иногда какие-то, может быть, спорные моменты, да, возникают. И правильно люди говорят о том, что не все, как бы, вот, точки зрения, которые на Западе позиционируются, они иногда не бывают спорные, да, они не всегда неправы. Но, тем не менее, у них хорошая финансовая поддержка, они никогда о ней не забывают. И они имеют возможность все эти точки зрения выражать. Вот мы сейчас выражаем наши точки зрения, да, вот в узком кругу. Надо по возможности с новым финансированием расширять круг общения. Но нам надо, вот, в современных условиях как-то более четко определить свое место и оценить свой собственный потенциал в астробиологии. То есть с тем, чтобы выйти вот с этими показателями на международную арену сотрудничества. Действительно, очень непросто это сделать. Ну, вот, я не знаю, в качестве одного из предложений я подумал, может быть, уже давно пора нам написать какую-то хорошую обзорную статью на английском языке в отношении астробиологии в России. С тем, чтобы, как бы, вот, с ней дальше разговаривать с западными партнерами. Я понимаю, что у каждого есть свои связи. Ну, вот, такая статья, она могла бы быть, например, хорошим, каким, как бы, таким паровозом, что ли, в отношении дальнейших грантов. Олег, а где вы собираетесь публиковать? Астробиологию. Астробиологию? Да. А вы приобретаете у астробиологии? Да. Вот, если вы, например, приобретаете... Нет, вы послушайте меня. Я обращался к астробиологию с нарушением симметрии. Ну, я ее завтра расскажу, вы поймете, о чем я тут сказал. Я туда послал статью. Я вечер начал, там, сайс и так далее, и так далее. Классная статья, хорошая, чистая, вот такая. Из астробиологии я получил такой ответ, что я в тот же день переправил эту статью в Space Science. Потому что вот этот самый, который писал мне, ответ, он вообще не был в теме. Не то, что не был в теме. Я подумал, мне три года придется... Я тоже имею опыт с астробиологией. Одну статью у меня опубликовали, а с другой так и не опубликовали. Пришлось в интернешнл-от-зелу его по астробовилу запубликовать. Но он-то говорит о статье обзорной. Я говорю об истории астробиологии в России. Знаешь, я бы, чтобы... Нет, ну... Ну, понятно, что любые концепции, нам, чтобы быть, оскорили. Это было ваше, наше... Мы скажем, да, мы туда должны вписать какие-то наши достижения. Какие-то результаты, достижения... Да, а как только ты пишешь эти достижения, там у тебя нет экспертов. Почему моя статья два года не опубликовала? Нет, год, не опубликовала. Обзорные статьи... Нет эксперта, который знал бы ударные воздействия, физику плазма... Георгий, он же говорит о совершенно другой статье. Нет, я знаю, но я тебе в принципе это говорю. Я знаю, что ты о другом говоришь. Да, давай примитивную вещь такую и напишем. А это ты ничего не покажешь. Потому что на русском языке это сделать, где-то опубликовать. Поэтому это можно было предлагать. Ну, проблема в том, что мы же говорим о финансировании, добром, о европейском. Андрей. Проблема в том, что мы говорим о финансировании хорошем, о европейском, да? А, в общем-то, его можно получить легче, когда они понимают, о чем мы пишем. Такие статьи лучше писать на английском, конечно. Нет, я согласен, но у нас две задачи, если можно. Ну, во-первых, в астробиологии никто у вас такой степень не примет, естественно. Это совершенно непростая. А есть российские бумаги, которые примут? Да, ну российские не исполнены. Нет, в астробиологии может быть, Валера, почему? Я не совсем согласен. Кто там сейчас редактор, если было шире теги, можно было это сделать. Ну, вы понимаете, там нужна научная составляющая, что нужно написать. Ну, говори, ты же вышел. Неужели только научная составляющая? Можно запросить? Можно запросить. Давайте кратко, так сказать, все. Ну, или у вас... А, нет, ну, пожалуйста, я... Я просто взял слово, но если... Я не гарантирую, что там вас опубликуют, но у вас гораздо больше не наносит шанс сначала начать вот так вот пойти по этим формалам. Какое у вас астробиологическое действие? Я выгоди поддержал, но без осложнений. Представляете, можно, но кто это будет читать, ребята? Сейчас все снимают. Вот это вот, астробиологическая, нормальная подписка. Не надо вот без цифр говорить об этих журналах. Нет, как-то люди, я совершенно согласен и даже, собственно, поддерживаю полностью, значит, вот это предложение по поводу астрономического вестника. Параллельно можно делать астробиологию, пожалуйста, или даже перевести потом у них. Но нам нужно как здесь прошибать астробиологию, простите, так и на международном уровне. Конечно, я согласен. Потому что... Я почему взял слово, некоторый опыт у меня-то есть, еще в 2002 году, вот тут часть, коллег, наверное, знает, мы тогда организовали первую конференцию в Санкт-Петербурге по астробиологии. С тех пор, значит, и в Иоанна, там я входил в совет, и в американскую, в сеть это входил, тоже. В последние годы немножко отошел от этой деятельности, там, своими обстоятельствами, неважно. Значит, пропаганда там построена, конечно, лучше, чем у нас на порядке. Вот аутрич, там, простите, вот такой, что мы с ним вообще все равно не сравняемся сейчас. Поэтому здесь, вот я полностью поддерживаю, нужно каким-то образом это делать. Но через средства массовой информации наши надо обязательно это делать. Почему ко мне обращаются, я вам сразу скажу, месяц назад, или там, полтора-два месяца назад, из русской службы BBC мне звонят и делают со мной интервью, и не только со мной, там круглый стол, там по скайпу делается с англичанами. Конечно, у них там просто традиционно, им нравятся зеленые человечки, там сигналы, значит, в сети там и так далее. Да, но при этом они обсуждают научную тематику. И там можно это пропагандировать. У нас ничего подобного нет. Если кто-то имеет выходы на средства массовой информации, или в интернет-газеты хотя бы, давайте туда. Вот это правильно. Это очень. Вот это же доступно. Это доступно. Кто будет это организовать, у меня вопрос, коллеги, кто начнется делать чисто технически. Можно мне рассказать по этому поводу? Да, ну сейчас, давайте я закончу. Да, конечно. Потому что это одна сторона вопроса, это вот речь наша, да, то есть наша пропаганда. Среди тех, я вот совершенно с Леной согласен, кто может управлять финансовыми потоками. Но вы, если мы эту пропаганду не сделаем, то и финансовую, и до этих людей, им будет все равно. Что это такое астробиология? Да ничто. Вот Олег говорил о образовательной программе. Мы участвовали в нашем, в Санкт-Петербурге, центре, участвовал в европейской сети интернет-лекции. Сам читал, и мы тогда, так сказать, была эта программа, и, кстати, нормально проходила. Может быть, реализовать что-то подобное и у нас здесь для начала. Я очень сильно сомневаюсь, что вот наш совет при президиуме, он несколько лет назад собирался писать вот этот курс. И где мы его будем читать? Вопрос простой. Где мы эту специальность утвердим и будем читать? Вот интернет-курсы, вот сделать, скажем, пару лекций по астрофизике, другие по биологии, там, по геологии и так далее, это можно, не проблема. Это же такая идея уже... Нету идею реализовать на другом информационном уровне, просто поднимемся и все, и будем реализовывать там МГУ, пожалуйста, наш университет, там, и так далее. Может, он соединить это? Толь, есть, вы извините, пожалуйста, скажите, что это... Способы пропаганды. Нет, я просто ему хочу сказать. Значит, есть такая идея. Сейчас наш директор, зеленый, Лев, он заинтересовался и повернулся лицом к астро-биологии. Причина для этого, ну, есть то, что мы развиваем, наверное, это я все на себя не беру. Однако, это очень важная вещь, более того. В этом аспекте он вдруг у меня попросил мою старую книгу, которую передал Фортову, потому что для развития моих этих ударных дел мне нужно умощить удар, а Фортов это может. А когда Фортову передали мою книгу, а Лев сказал ему, что ты передай кому-нибудь из сотрудников, он говорит, нет, это меня самому. Ничего не предлагается. Вот среди того, о чем вы говорили, я бы зацепился, может быть, вот мое просто предложение, коллеги, подумать над чем. Догонять всегда плохо. То есть, если мы начнем догонять по приборной базе, по той, которая уже запланирована на миссии, но мы вряд ли чего-нибудь сделаем тут полезно. Абсолютно верно, это все стареет. Есть другое предложение, подумать и как поговорить про будущие проекты, которые обсуждались, обсуждаются, но они не будут сейчас реализованы, и сейчас на них аппаратура не ставится. Аппаратура, чтобы была специфическая. Что я имею в виду? Во-первых, пенетратор. Там, простите, десятилетиями обсуждается необходимость пенетратора для Марса, да, и мы все вот только что-то слышали про пропагательственные случаи, что только там мы что-то можем найти. На поверхности мы ничего не находим. Curiosity ползает, сейчас 5 сантиметров может откопать, ничего не находят. И вряд ли чего найдет. Пенетратор требует для себя специфического оборудования, специфических детекторов. Если кто-то может что-то предложить в комбинации с объектом, то и пробивать потом вот программу таких вот, возможно, на наших миссиях, не на наших миссиях, все равно пенетратор будет реализован. Скорее всего. Не сейчас, не завтра. Но, по крайней мере, мы здесь можем работать с обережением. Ну, совсем отстанно, да. Второй проект, который тоже обсуждался и который когда-нибудь обязательно будет реализован, но он уже здесь звучал, это известные проекты по поводу бережабля на Марсе и на Венере. И аппаратура тоже для этой цели. Если мы что-то можем предложить на опережение, это было бы здорово. И третий момент, который, еще один момент, который я хотел осудить уже безотносительно приборной базы космических исследований. А лабораторные исследования, которые коллеги проводят, и мы в том числе проводим, денег мало, катастрофически мало, да. Но давайте поддерживать друг друга. Например, вот мы реализовали с Леной проект РФКВ по облучению с сверхмощными дозами облучения. Есть у нас аппаратура для этого, и очень небольшие деньги нужны. У нас есть вакуумные камеры с климатическим, с возможностью при низких температурах поддерживать это все, облучать. Пожалуйста, коллеги, если кому-то есть специфическая задача для этого, это можно реализовать. Я уверен, что и у вас есть какие-то возможности, которые можно было бы предложить и хотя бы скооперироваться. И пусть на энтузиазм, пусть на небольших деньгах каких-то. Но все хорошо, но как мне кажется, здесь еще, может быть, играть не столько на каких-то частных, а именно выработать. Вот какие подходы, которые могли бы привлечь каких-то западных партнеров. Вашу мысль я понял, но я как раз немножко, так сказать, дискутируя с этой мыслью, я бы сказал, что объединяться, мне кажется, специалистам разных профилей, выгоднее вокруг какой-то конкретной задачи и проекта. Понимаете, вот пенетратор, это ведь задача под объекты. Под Марс, под Европу, под что-то еще подобное возможно, да хоть под Луну, в конце концов, для начала. И здесь методы исследования самые разные можно применить вот на стадии обсуждения и реализовывать. Алексей, что ты вот имеешь в виду под антианатом? Что ты имеешь в виду под пенетратором? Что это, под установку? Потому что у нас на Экзомарсе мы с большим трудом смогли поставить вот такой вот буру просто, который... Никакого бура, нет. Это совершенно... Ну, извини меня, нет большим возможностям. Дергай, дергай. Еще 30 лет назад, там, боюсь вам сказать сколько, начиналось обсуждение того, что вот пенетратор, это у вас аппарат. Стреляющий. Втыкается попросту, со скоростью километров в секунду, втыкается в бруль. Нет, это не будет. И при этом вы должны некое оборудование сохранить для анализа. И вообще прогнозы. Это кажется сумасшедшей идеей, но тем не менее анализа точно отсутствует. И совершенно реальные технические вещи предлагались, что можно сохраниться для исследования. Если мы хотим работать на опережение и предложить что-то необычное, вот это, пожалуйста, я как пример вам привожу. Я предложил вам на опережение, пожалуйста. Георгий, я знаю проект Экзомарса, еще на стадии, так сказать, когда его планировали. Нет, ну подожди, но ты понимаешь, что первое, что сняли при перевесе, это бур, манипулятор и еще одну там, какую-то систему, которая собирала пробу. Все. Георгий, еще раз, мы ведь работаем сейчас ни на конкретный проект, нет полетов в Россию на Марс. Ну это тенденция, неужели ты не понимаешь, а? С точки зрения астропиологии. Это ты так считаешь, почему ты так вот упорно навязываешь эту мысль. Мне есть и стать, я найду. Эта мысль не моя, кстати. Ну хорошо, не твоя, тем более, тогда не повторяй, что же. Георгий, 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 георгий. Значит, но это просто идеология. Если мы хотим достать что-то из-под поверхности, каким образом мы это сделаем? Как мы это будем исследовать? Каким способом другим нетрадиционным бурением, которое уже организуется на экзамасе, рано или поздно, да? Это можно сделать. Здесь можно работать на опережение. Я призываю коллеги только к этому. Вот и все. Другие примеры, пожалуйста. Ты знаешь, что меня удивляет? Ты из Ленинграда, правильно? Там эти вещи делались все. И ролеры, и так далее. Эти фирмы все развалились. Ты сейчас... Это на ход, что ли? А? На ход делали, аппаратуру делали. Да, и пенетраторы там предлагали оттуда, приезжали люди. А у нас нет сейчас. 90% вот таких вот КБ, которые что-то умеют делать и делают, они стоят у руина. Вот в чем дело. Нет, но насчет пенетратора, насчет того, что что-то можно сохранять. Проект возвращаемый с Марса. КБ Лавушкин, кто рассказывал? Да. Хотел бы тоже сделать. Действительно, вот эта мысль мне тоже очень близка в отношении того, что нам надо на опережение играть. Действительно, догонять можно постоянно, да? Нам нужно искать что-то, что является действительно нашим прорывным, да? И до чего, так сказать, наши партнеры, конкуренты не смогут дотянуться, скажем так, в хорошем смысле слова. Вот я как микробиолог, да, эту мысль обдумывал и с точки зрения, скажем так, вот этого направления в астробиологии, да? Я считаю, что в России, например, есть огромное количество различных экосистем, в том числе экстремальных, да, очень специфических. Где, собственно, можно проводить эксперименты, где можно делать астробиологические эксперименты. Куда западные партнеры, скажем так, ну, в силу различных причин не так часто доезжают. Это наше достояние, которое мы можем преподать. Мы с ним можем выйти на сотрудничество. Где, где? Нет, вот если мы, например, я, скажем так, для начала хотя бы предлагаю оценить потенциал, оценить хотя бы вот эти все экосистемы, чтобы мы могли понять, насколько они уникальны и насколько они специфичны. А, да ну, назовите, пожалуйста, какую-нибудь. Например, щелочные озера в Бурятии. Или Папегайский кратер. Вечная мерзлота. Пожалуйста. А теперь давайте скажем. А нет, понятно, что какие-то экосистемы есть, допустим, тоже на Западе, но я уверен, что у нас есть системы, где мы можем, скажем, быть первыми. Опять деньги. Я туда не могу послать человеку в Санкт-Петербург. Понятно, нет. Мы можем еще раз решить. Совершенно верно. Я говорю о том, чтобы определить этот потенциал. Но это не практическая задача. Определить. И с этим потенциалом можно выходить на международные проекты. Вот это я иду. Потому что все равно все будет опираться, упираться в финансирование. А хорошее финансирование все равно международное. Поэтому я имел в виду, что вот, скажем, этот потенциал он наш. Его надо определить. Мы очень много экосистем действительно не исследовали. В принципе, можно к исследованию привлечь и партнеров. Почему бы нет? Я считаю, что в этом плане мы должны ориентироваться на очень хороший пример нашей коллеги, которая сегодня была. Это вот Елизавета Александровна Боча-Смоловская. Потому что у нее вот этот момент организован очень хорошо. То есть у нее есть экстремальные системы российские. У нее есть отличное финансирование, потому что у нее есть связь с фирмами. И вот в этом ключе это как раз такая прорывная тема. И научная, и, в общем-то, образовательная, да, и инновационная. Я не знаю, насколько она вот, насколько глубоко она вот в астробиологии, в самой, да, сейчас. Потому что, в общем-то, у нее много дел других по науке. Но вот... Вы вписываете международный контекст, да, но оно не решает вот тех проблем, которые приедут к астробиологии у нас. Ну, я имею в виду, что как бы на ее... ...хорошо исследование... ...на ее основе, да. ...на ее основе, да. Ну вот, я просто хочу сказать, что это пример того, как вот эту свою область, да, вот до такого уровня развить. Я не знаю, может быть, конечно, при рассмотрении астробиологии, да, там другие возникнут какие-то проблемы. Но вот, мне кажется, вот опыт Елизаветы Александровны, он довольно показательный. Надо как-то очень четко определить нишу, где вот астробиологический консорция может конкурировать и... Конечно. Это очень сложно сделать. И заканчивается микробиология, и начинается астробиология. Это очень сложно сделать. Но как раз, поскольку одна из задач астробиологии, это исследование как раз экстремальных экосистем, да, земных, как аналогов, да, то, в принципе, где-то там должна быть какая-то ниша или граница. Я вот не знаю. В принципе, это, наверное, все зависит от того человека, который это хочет сделать. В частности, сама Елизавета Александровна могла бы это сделать, если бы захотела, да, и какие-то астробиологические аспекты больше выделить. Пока она, так сказать, делает доклад просто как достижения свои, да, показывает и делает такие. Вот послушайте меня на секунду. Конечно. Сегодня был сделан мною доклад относительно вот такой прорывной штуки. Она элементарная совершенно. Никаких условий не требует. Она будет сама загружаться, анализировать и так далее, и так далее. Вы вообще видите реакцию какую-то в зале, там, чтобы сказали бы, что... Вот это хорошая вещь, давайте вот ее пробивать. Не будут, никто пробивает. Это другая область. Как это другая область, я обнаружу жизнь. Понимаете? Я имел в виду, что ваши, скажем, не микробиологи, да, не только микробиологи. А при чем это? Конечная цель обнаружения жизни в атмосфере Маркса. И на бок, и интересно, примитивно, и мало веса. Ну что же еще вам... Я же, я имею в виду, что... Вы ничего не найдете в ближайшее десятилетие в России. Ничего, которое будет конкурировать вот с этой задачей. Десять лет, я вам говорю. Потому что я на эту штуку затратил двадцать лет. Понятно, да. Я имел в виду, что как бы, вот то, что я говорю, да, про микробиологию, наверняка люди, которые занимаются, допустим, физикой, да, или чем-то еще, они ее не смогут оценить так, как могут оценить микробиологи. Я имею это в виду, да. Мы можем просто идти... Подождите, но у меня есть и микробиологи, которые работают в моем подразделении. Почему? Мы же работаем, так сказать. Вот с Леной работаем. Лен, ты микробиолог? Работаешь сам. Знаешь, что я... Поэтому мы и дискутируем, да, чтобы точки соприкосновения найти, да. Уважаемые коллеги, вот я сейчас слушаю, действительно, как человек, который пытается заниматься в этой области, мы работаем с микроорганизмами разлоты, и, конечно, так линочь и затрагиваем, и это было начато уже давно, эти исследования еще Давид Абрамовичем Геличинским. Но вот я сейчас нас слушаю и не понимаю. Вот сейчас уже я не понимаю, о чем и куда мы идем. Я правильно. К сожалению, встанет вопрос, даже если мы найдем финансирование. Мы организуемся. Мы в конце концов поймем, что такое астробиология в нашей стране, какие направления затрагиваются, и кто эти люди, которые этим будут заниматься. Но мы уже сейчас начинаем тянуть одеяло на себя. Георгий Георгиевич не умаляет до достоинства вашего доклада. Каждый из нас считает, что это важно. От этого какие приоритеты мы расставляем? Что мы ставим во главу? Прорывная технология или те уникальные ниши, которыми мы обладаем, знаниями, которыми уже обладаем? Чьи исследования должны финансироваться в первую очередь, чтобы оказаться прорывными? Или чьи должны поддерживаться, потому что это и фундаментально тоже и на будущее для развития астробиологии? Что это будет мешать? Мы это должны между собой решить? Георгий абсолютно прав. Вот я в моих слове и я слышу. Здесь нет тех людей, которые должны были бы нас услышать. Нет, подожди, я отвечу, Лена, тебе, ты заканчивай свою мысль, я тебе отвечу. Я еще не задавала вопрос. Нет, нет, пожалуйста, я просто не перебиваю. Я думаю, что, наверное, сейчас мы как-то должны поконкретнее определиться. Сейчас каждый из нас обсуждает свои какие-то задачи, хотя мы понимаем, что мы собрались совершенно для другого. Насколько я понимаю, у нас есть совет по астробиологии при Академии наук. Давайте решим, чем он занимается. Давайте спросим или решим, чем он занимается. Какие у него функции, какие у него обязанности, какая у него ответственность и что он может дать людям, которые хотят заниматься астробиологией. Пока ничего выше этого органа у нас нет, я так понимаю. Либо это те люди, которые занимаются давно какими-то исследованиями, связанные с космическими исследованиями, которые нашли точки соприкосновения. Это цинки, это приборостроение, это микробиологи, молекулярные биологи. Снимаш, да. Молекулярные биологи. Мы все вместе с институтом медико-биологических проблем дважды слетали в космос. Это фотон, это бион. Бион-М1, скоро будет бион-М2, надеюсь, в 2020 году. Это фотон-4. Елена участвует в этих делах? Кто? Елена. Конечно, конечно. Они основная организация, которая непосредственно уже с Роскосмосом. Мы тоже слетали. Ну, давайте как-то определимся, что есть астробиология. Кто, какие направления четко выделены у нас есть. Какие-то приоритеты расставим, спросим у совета пастор биологии. Может быть, действительно нужны какие-то локальные советы. Хотя, Андрей Львович, я не знаю, на какие финансы они будут существовать. Насколько я понимаю сейчас, у нас проблема в том, что нет человека, энтузиаста, который бы взялся за эту проблему. И начал этим заниматься. Пока каждый из нас говорит о своих проблемах. Давайте найдем сейчас хоть какие-то точки соприкосновения. И вот, может быть, сейчас решением общим собраний, круглого стола, конференциях, как-то закрепим это все на бумаге. Как-то дадим продвижение какое-то, направим куда-то, чтобы нас услышали. Если мы действительно хотим понять для себя, разобраться, что есть астробиология у нас в стране, какие у нас проблемы. Не частные, не стечковые, не свои лабораторные, а действительно глобальные проблемы. Приоритетность и выделение денег. Я все-таки разделяю эти две проблемы. Что является приоритетным для науки и для руководства? Это все-таки бывает зачастую разные вещи. Приоритетный это абсолютно просто. Как вы это понимаете? Что я хочу тебе сказать? Я не знаю, возможно, это был суббор. Леночка, послушай, пожалуйста, меня. Почему? Вот плюнь на мой этот самый и забудь. И разобрать. Все, нету моего прибора. Нет, зачем? Минутку, минутку, я тебе другое хочу сказать. На сегодняшний день я очень много интересовался и много обсуждал с разными людьми, что такое, что нужно сделать такое в этом веке, чтобы вот это было бы действительно достижение. И вот считается, что обнаружение инопланетной жизни будет важнейшим достижением третьего тысячелетия. Причем это пишут очень крупные ученые. Это пишут и биологи, и геологи, и так далее, и так далее. Почему-то они вот это считают. Вот, допустим, тот же самый Райд Зенурович Сагде. Он считает, что это так. Сказал. Я спрашиваю у него, а как ты считаешь, что это самое такое вот, ах, если мы найдем инопланетную жизнь. Потому что инопланетная жизнь нам открывает новые просторы для исследования. Какая она земного, типа, один подход будет дальше. Неземного, типа, вообще, так сказать, совсем другое направление будет исследование. Потому что ее же нужно понять. Вот сегодня Лена рассказывала, чтобы искать эту жизнь. Я хотел у нее спросить, кто-нибудь, хоть один человек, даже шизофреник, сформулировал какую-то элементарную вещь, как может состоять инопланетная жизнь. Более того, я сейчас делаю прибор, вот тот прибор, который я собираюсь опустить на Марс, для нашего, ну, где вы работали, ну, на космической станции. Там это будет стоять в открытом космосе, мы будем регистрировать то, что летит сверху, то, что не летит снизу и так далее. В чем основная идея? Не будет ли какое-то откровнение в элементном составе, чтобы определить? Вы помните, да, нашли вместо, это самое, вместо фосфора, нет, вместо... Мышьяк. Мышьяк в основе жизни была эта статья, да. Да, где-то в болоте нашли, не в болоте, а в озере. Это колодец там, да, жизнь, мышьяк. Индусы находили какие-то пришли эти самые, неизвестно, что это такое. Ну, как не знаю, не мышьяк точно. Да, мышьяк, мышьяк, я говорю как раз про мышьяк. Да, я говорю, ну, оказалось-то, не Мышьяк. Нет, ну, просто оказалось, что наше микробы только там... Да, ну, насколько люди, по-моему, очень верили. Тогда я спрашиваю, тогда я вас всех спрашиваю. Ребята, давайте назовите вот обнаружение инопланетной жизни, я говорю, а вы говорите. Нет, еще важнейшая вещь может оказаться, допустим, найти такую микробу, которая, так сказать, не есть, не пьет, не живет. Или что-нибудь. Мы сейчас обсуждаем о том, как построить коммунизм. А я буду сейчас слушать. Позвольте мне выступить. Я тут в этой компании человек со стороны представляю Институт Астрономии. И хотел бы вам рассказать об истории с экзопланетами. Наша наука проспала. Страхнули экзопланеты. Уже, вы знаете, 20 лет было юбилей открытия первой планеты. Но затем вот наш институт и Институт космических институт приняли целый ряд шагов. Я хотел бы вот вернуться к тому тезису, который обсуждался. Все хорошо. Мы сегодня обсуждали там основные направления, приоритеты и так далее. Но есть вторая сторона медали. Это представление этого направления. Масс-медиа просто. Причем научный масс-медиа. У нас в Совете по астробиологии есть несколько академиков, которые, в общем-то, персоны такие из среды масс-медиа. Михаил Якович Марк. Для этого надо вот, как мы прошли, продвигая идею исследования экзопланет у нас в стране, проблема была очень большая. Тоже нет инструментальной базы, нет телескопов, при помощи которых нужно открывать. И поэтому мы обратили внимание на другую сторону, на создание теоретической поддержки наблюдений. Мы со временем включились в наблюдения на космическом телескопе Хаопла, на свои модели и так далее. Ну, это, так скажем, программ научной классы. Но для этого пришлось вот тоже выступать на различных там таких популярных мероприятиях, скажем, есть ли кто-ли и так далее. Должен кто-то из Совета по астробиологии рассказать, что существует такое направление для людей, для журналистов и так далее. И это все так же опубликовать, вот статью там в природе, знание силы и так далее. Конечно, правильно. Потому что те люди, которые решают, они учатся. Марова, Зеленого, Розанова, нужно запереть в обык, дать им питание, и не выпускать, дать их попали не станут. А вы начинаете опубликовать в астробиологию. А потом мы будем делать. Во-первых, 50 на 50 опубликуют, а во-вторых, все-таки аудитория будет не наша, которая читает. Да, правильно. А когда вы подготовите вот такой фонд на стране, это появится, это направление, там, я не знаю, астрономии, биологии, где-то и РФФИ, Российском научном фонде и так далее. Ну, надо от своей печки начать. Конечно. Мы прошли все это с экзопланетами. И сейчас это наука, астрономия, экзопланет, и так далее. Какие журналы читают наши ведомства? Дорогие, что-то и не получится. Какие журналы читают наши ведомства? Здесь никакой обеденный наук? Это вы зря говорите. Они читают вот те люди, которые определяют политику фондов. Они выберут журналы. Они читают популярные вещи. Выберем журналы, которые они сейчас... Нет, я говорю, давайте начнем с самого простого. С лекториев, там планетария есть, лектория, я не знаю, по биологии где-то есть. Где-то наши представительные люди должны там выступить. Это потом подтянет хвост, там, публикации в интернете, я не знаю. Это цепочка, которая работает. То, что мы к своим достижениям относимся вообще пренебрежительно. Я сейчас один очень короткий пример привожу. Я пять лет тому назад, а может быть и десять лет тому назад, показал, что в торнадо, который существует, эксперименты проводил, в торнадо из-за пробоя и так далее, и так далее, возникает газ, который вот микробы вырабатывают. Абсолютно точно. Потому что там есть цель, аммиак. Подождите минутку, аммиак вырабатывается в этом деле. Просто привожу пример. Это вообще было забыто, никто никуда это не попало и так далее. Спустя пять лет абсолютно то же самое. Американские ученые нашли то же самое. Даже более того, это не американские, а соседняя там страна еще. Канада. А? Канада? Нет, нет, не канадцы. Мексиканцы. Мексиканцы нашли то же самое, абсолютно. И вот на весь мир. Вот мексиканцы нашли. Все-таки я считаю, что свои достижения... ...собственно, какой-то интернет-ресурс, на котором каждый из нас кратко о своих исследованиях... Я считаю, что свои достижения надо позиционировать на международное зарение. Собственно, с академией недолго, недолго провести. Собственно говоря, не стильная трагедия. Это выказы речи. Ну вот, да. Мы не знаем, что это большая проблема. Мы можем человеку у вас отпубликоваться. Что мы увидели, когда человек говорит о науке, когда она говорит об астрактуре. О биологии, о мерзлоте. Потом вступает Митрофан. Всеуважаемые люди, которые этим занимаются. А потом смонтирован фильм, который называется «Кто не пускает людей на Марс?» Это, ну, так называемая, болезнь, болезнь. К сожалению, и этого много всего. И этим грешат и научные каналы. Абсолютно дилетантский подход, когда людям все-таки... Да, они согласны говорить о науке, но им интересно вставить что-то такое, чтобы зацепило глаз обывателя, услуг обывателя. Вот из... Может быть, поэтому я согласна с... Можно я еще один один комментарий? Мы их здесь обсуждали. Действительно, есть результаты, которые, в общем-то, достойны широкой публике. Не только вот у нас. Но их должно передаточное звено перевести на нормальный язык. Потому что Георгий Георгиевич нам рассказывает. И я думаю, не все понимают, о каком торнадо идет речь на Марсе. Вот эти диалоги. Нет, ну, да, конечно. Поэтому нужны вот эти передаточные. У нас есть в Совете по страдеологии академики. У меня... Я их часто на телевидении вижу. И надо как-то нам подготовить какой-то материал и попросить вот это направление. Какое у меня предложение? Послушайте, на секунду. У нас в ИКИ есть очень хорошая вот эта процедура. Очень хорошая, интересная, демократичная процедура отбора предложений. Люди пишут бумаги. Мы подаем это комиссию, где есть ученые, сидят и обсуждают. Это вот, допустим, конкуренция или отбор на какую-то миссию. Есть там 50 килограмм, а приборов 100. Вот нам нужно иметь вот такой орган, который мы создаем. Только не по установке приборов. Это мы сделаем сами. А вот по отбору предложений, которые поступали. Давайте напишем это дело. Что мы хотим развить астрофизику. Кратко, на одну страницу напишите, какие у вас есть приборы, которые мы могли бы через два года, через три года поставить и получить интересные астробиологические результаты. Это не займет много времени, но комиссия должна быть квалифицированной. Не обязательно, чтобы они все были бы биологи или геологи или кто-то. Но, допустим, каких-нибудь 10 академиков. Ну, опять-таки, наших там. Пусть это будет Зеленый, пусть это будет Марок, пусть это будет, конечно, Розанов и так далее. И вот они рассматривают эти предложения. И приходят, ставят в очередь. Вот этот человек, который написал там «Псих ненормальный», его предложение лучше всех. Второе место такое, третье место такое. И потом мы уже будем финансировать вот это первое предложение, так как оно было принято, признано этой комиссией лучше всех. Вот вид такой. И я думаю... Ну, ведь это же существует в рамках программы РАН, допустим. Тот же Розанов, программа по эволюции, каждый год. Нет, ну, понимаешь, Розанов вот там, в этот самый... Зеленый в другом месте, Маров в третьем. Это уже никогда в месте. Я прошу прощения, вы хотели, да, что-то сказать? Прошу, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я первый раз присутствую в этом высоком собрании. Моя фамилия Твердислав, я заведую кафедрой биофизики на физическом институте МГУ. Почти 30 лет. Для меня это дело тоже почти 30 лет Леофальсанта Леонидов. Я один из семи первых пущинцев 64-го года. Просто меня уже здесь забыли. То есть я здесь дома. Значит, что я хочу сказать? Значит, я не хотел бы, чтобы высокая цель астробиологии, на самом деле это супернаука, сводилась к приборам или к финансированию. Это обязательно, это очень важно. Без этого ничего не бывает. Но я хочу вам напомнить, что сначала Хиггс передумал свою частицу Бога, а потом под это сделали самый богатый проект Суперколлайдер. Точно так же был человек Циолковский, который на зарплату школьного учителя придумал эти самые цепочные ракеты. Потом они появились и так далее. Мы или сознательно уходим, или боимся обсуждать главные вещи. Какие могут быть учебные программы, если мы не высказали, с чего мы хотим искать? Конечно, микробиологи, отсюда были выдающиеся доклады. Конечно, они видят там что-то похожее, что здесь. Значит, я думаю, что на самом деле первое мы должны обсудить фундамент того, что мы хотим. И никогда мы ничего не получим, если будем делать под уже существующие науки. Должна быть у каждой науки, есть свой метод и свой предмет. Наш предмет, это на самом деле принципы живого. Земная биология, принципы это только видит в своем исполнении. Так вот, значит, делают эпатажное заявление. Жизнь имеет физические принципы, в химическом исполнении, в биологических проявлениях. Так вот, мы путаем все эти три этажа. Вот. Значит, я хотел бы поговорить потом, и чуть-чуть буду говорить завтра в лекции, доклады в своем как раз. Так вот, я не хотел бы, чтобы мы выходили от принципов. Потому что принципы живого, это совсем не то химическое исполнение, которое мы видим вокруг себя. Если мы будем искать ДНК, это неправильно. Вдруг и есть там, но ведь на самом деле совершенно другие наши... То есть есть, видимо, вселенские принципы живого, а химическое исполнение, это, конечно, химическое должно быть на нашем структурном уровне, оно будет разным. Я не говорю про зеленых человечков, я не сейчас не хочу фантазировать. Но я просто хочу сказать, пока мы с этим не определимся, Хиггс начал, до... И вот я говорю, что каждый раз наука становилась, когда физика стала с того, как Галерей предложил, когда появились координаты и ускорения, скорость и ускорение. Тогда физика стала наукой, до этого вот. Пока мы не определим фундамент, чего мы хотим, мы все равно будем подемничать. И наши академики нам не помогут, потому что знают они не больше нас, ссылаться ни на кого не нужно. Все, кто вокруг нас знают не больше нас, просто нужно доверять себе и вырабатывать вот здесь фундаментальное знание. Кто из нас смотрит телевизор? Замечательно. Руки поднимают. Я каждую неделю веду передачу с нейтральными телевидениями. Называется «Большая наука. Великая мало». Там кто угодно бывает, в хорошем смысле. Там ничего не вырезают. Час беседы. Я абсолютный хозяин. Единственная передача, которая идет без сценария. У меня два собеседника. Там бывает филология, там бывает физик, там был Базон Хиггса и так далее. Запишите меня, пожалуйста. А я не уверен, что я вас приглашу. Знаете почему? Вы не хотите слушать. Я ровесник ваш, я вам это могу сказать. Вы не любите слушать. А там нужно не слушать. На каком-то моменте. Ну вы прямо вот так, как этот, Господь Бог, взяли и отрезали на прачку. Ну молодец. Я говорю вам. Вы большой молодец. А вы тоже друг. Спасибо. Спасибо. А пока утром, когда вы так работали, я и сам не проживаю. ОТР по субботам, я не знаю, я не смотрю, потому что мне своя рожа противно. И смотреть на себя мне не интересно, я растаяю. ОТР большая наука. ОТР большая наука, великая наука. Каждую неделю. Когда у них нет денег, они повторят. Это не самый богатый канал. На чего очень много смотрят? Очень много смотрят в Канаде, в Израиле. Ну откуда только ко мне не обращаются. Менее всего смотрят в Москве, это в Москве. Очень много смотрят на периферии. Потому что там, в общем, на самом деле добротная передача. Я к чему говорю. Я очень хочу, и вас тоже, я хочу всех пригласить. И вот как сделать. Там два собеседника. Надо нам подумать, с чем сделать эту передачу. А кто ведет передачу? Хороший вопрос. Я иду эту передачу с первого дня существования этого канала. До этого, я говорю, передачи на просвещение на канале. До этого еще хорошо будет такой канал. Значит, у меня в интернете около 200 или 300 передач лежит. По астробиологии не было. Значит, запись будет... Ну вот мне говорили, надо. Я говорю, давайте. Давайте. Запись будет примерно 2 июля. Значит, нужно два собеседника. Один заведомо должен быть из блестящих наших микробиологов. Сегодня блестящие совершенно доклады были. Вот. А второй, то давайте решим. Ну, если не вообще говорить, я приглашаю на передачу на центральном телевидении. Расскажем о том, что здесь будет. Ну, через научу. Книги Джулиана Харсли. Новый синтез. Ну, и что-то подобное написать. Чтобы, по крайней мере, хотя бы научным сообществам этой книги потрясать время от времени. Вот. Ну, извините, значит, это самое. Если мы опять-таки будем уходить... Ага. У нас... У меня здесь... У меня станут. Значит, если мы опять будем уходить в частности, которые, безусловно, важны, вот, мы эту книгу никогда не напишем. Вот. И, значит, говоря о физике, я хотел сказать об эволюционной биологии. Потому что, вообще-то, экзобиология, это еще разговор об эволюции. Вот. А что мы там можем, извините, самое, добавить к тому, что есть в пропуляционной биологии? Я могу добавить. Что еще мы... Что я имею в виду? Я имею в виду теоретическое обоснование, какой он биологически-эволюционный проблем. Что касается меня, то я, например, могу основать, значит, проблему экспансии. Вот. Потому что плотность на зависимой регуляции, которая напрямую вытекает, извините меня, из всей пропуляционной генетики, заблокирует вам любую экспансию. И организм останется эндемиком, останется пятно, о котором мы совершенно справедливо сказали, что его искать не имеет смысла, а уничтожить его любым фактом очень легко. Вот. А нам нужна биосфера. А биосфера без экспансии не бывает. Единственный механизм экспансии, который он предложил для биосферы Саврино-Гернацкого, это гаузанское вытеснение, которое блокирует способность ловисимой регуляции. Все, круг замкнут. Вот. Поэтому, значит, кроме всего, что было сказано, значит, если такая книга будет написана, нужно еще эволюционных голов приглашать. Вот. Причем, значит, то самое, как звезды. Но сложная. Новый синтез после Дарма. И кого он пригласил туда? Я могу, конечно, не помнить. Я не говорю о конкретном, о книге, о формате книги. Это было односложная вещь сейчас. Вы знаете, что сейчас на Украине книги, к сожалению, не входят. Давайте в интернете сделаем. Сейчас, в общем-то, проще прочитать. Вы можете из интернета вытащить, там, где-то статьи и так далее. Потому что, на счет интернета есть такой ресурс, называется «Легнианты». Все студенты его используют для подготовки. Значит, это самое, извините, там ни одной дельной статьи по экзогеологии не было. По астрономии было и очень много. Значит, по микробиологии было и очень много. По биологии экстремофилов было и очень много. По революции было и очень много. Вот. Но чтобы из всего этого сделать хоть-то множество типа биологии, это в целом усин. Кстати, в интернете, в интернете поддон, никакой теории вы не создадите. Нужно просто что-то такое компактное. Вся современная эволюционная биология началась с двух вещей. Я ее лично не знаю. Сейчас, Монечка, началась с двух вещей. Первая, это работа Цемера, так же, как в Аркево-Ресурске, так называемая, деленная книга. На основе, который, как я написал книгу, что такое жизнь с точки зрения физиков. Привлёк физиков в биологию и вот пошло-поехало. Очень компактное книжечко. Конкретное предложение. Конкретное предложение. Конкретное предложение. Значит, писать книгу, где был разговор не о частностях, а была предложена бы новая концепция. Концепция чего? Да вот этой самой астробиологии. Нужно решить, какую проблему вы хотите решить. Первая проблема – поиска жизни. И вторая проблема – а что эту жизнь, пардон, толкает по этой самой планете? Вот это, кстати, та самая теоретическая поддержка, о которой вы говорили. Предложите модель экспансии, которая не блокировалась блокно-независимого вытеснения. Вот, и это будет та самая поддержка. Что касается определения. Извините меня, огромное количество вещей не было, когда Ньютон придумал свою теорию, не было определения гравитации. Вот, это не помешало ему предложить теорию. Ну вот, если мы будем, значит, о определениях говорить, мы далеко не подвинемся. Спасибо за внимание. Это мы как бы… То есть, определить что? Книга, о чем мы пишем, об астробиологии? Определить какую-то проблему. Или какую-то частную проблему в астробиологии? Да не частную. Частную, а главную. Да, вот, совершенно точно. Не частную, а главную. Что может астробиология сказать такого, чего, значит, нет ни в микробиологии, ни в астрономии, значит, это самое? Ну, вообще-то просто, ведь астробиология, как формальная наука, началась в 98-м году, по-моему, или в 99-м. Это когда НАСА приняло свое, там, астробиологические 11, по-моему, задач, которые они собираются решать. Так. Можешь перечислить? Вообще, из самого названия астробиология выходит эта задача. Астра – это неземная жизнь. Все. Необязательно. Неправильно. Нам надо разобраться с земной. Кто? Кто? Коллеги, мне кажется, мы опять заходим в тупик, из которого только что с помощью Всела Александровича попытались выйти. Мы опять начинаем что-то искать такое, опередить вперед, выше, длиннее, сильнее. Филиппов, Филиппов, есть ли жизнь на Марсе? Известно. Вот он ставил этот вопрос. Это, понятно. Угольный вопрос. Где есть жизнь? Я не знаю. Георгий Игоревич, у нас мало времени. НАСА обещало к 2025 году открыть неземную жизнь. Обещал. НАСА. Да. Обещало официально, это было заявление официального представителя НАСА. Так что, мало ли, пока мы будем рассуждать о какой-то общей, единой и исключительной особенности астробиологии, это станет неактуально в 2025 году, а может раньше. Решим проблему и нужно будет искать еще что-то новое, чтобы... Конечно, это бесконечно. Астробиология, ну она не должна меняться в зависимости от каких-то астробиологий, должна быть астробиология? Нет, это будет в рамках астробиологии. Что обсуждать? С каким-то незыбленными. С кем-то там появятся другие задачи, понимаешь, это пойдет? Алексей Юрьевич, я не слышала, что вы говорите? Я спрашиваю, а что обсуждать с ними? Вот, Алексей Юрьевич, мы на самом деле хотим спросить, какие перспективы у Совета по астробиологии, чем он нам может помочь, что интересного нового, куда он нас поведет? Какая главная проблема астробиологии? Что поставить? Я не говорю, зачем это вам? Ну, давайте, какая главная проблема, скажем, в химии? Какая? Темная материя. Это в физике. А какая главная проблема в физике? Темные энергии. Нет, нет, нет. Какая главная проблема в астробиологии? Мы же думаем, что по факту ерундой. Мы просто ерундой. Тут было огромное предложение по поводу очень хорошего выступления. Я иду на общественном телевидении. И программа передачи у вас ведущей предстоит. Да? Значит, с пропагандой астробиологии. То есть, просто беседа об астробиологии прямо в самом деле, ведь были такие программы неоднократно. Алексей Юрьевич неоднократно выступал по телевидению. Георгий Юрьевич неоднократно. Часовые были передачи. Ну, вот. Я тоже. Адрес, извините, пожалуйста. Я говорю про исследование. Нет. Что-то. 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 Так. Дайте мне, пожалуйста, сказать. Я все-таки очень жду слова. Вот я слушал. Все очень интересно. Но у меня более рациональное предложение. Вот здесь довольно хорошо издано. Там вот. И тематики хорошо подобрано. И все. Если думать о том, что сделать некий какой-то типа пресс-редиза. Большую статью. То, может быть, попросить каждого из авторов сделать очень маленькое. Ну, там на 5, ну, на 3-4 предложения, не больше. Вот вклад вот в какую-то. И под какие-то вот на основе вот этой структуры сделать некий пресс-редиз. Никого, так сказать, не обидев и, так сказать, учтя вот все вклады. Может быть, это пойти по такому пути. Вот если вы думаете о том, что вот с чего вы начали говорить с самого начала. Это один вариант. Кто будет заказчик этого пресс-редиза? Да. А кто и сам? Я кого? Кто заказчик? Вот. Нет. Я понимаю. Вот. А кто просит сделать это? Куда вы с ним пойдете? Вот важно, куда. Да. Наша задача, чтобы вот наши слышали все... Вот, по-моему, людей вот просвучало. Нам может быть и попробовать астробиологию. Вот. Вот журнал вот или куда-то вот. Вот за самое начало это. Вот. Вот у вас отзывы приходят от вашей передачи. Тогда будет понятно. Как и организацию стоят. Вот прям он подошел. Отзывы приходят от вашей передачи. Вот. Да. Те, кто смотрит. А вообще они разумные или там отвечают только... Ненормальные. Нормальные. А почему вот давайте сделаем у вас передачу, а потом просмотрим, что народ пишет. Это. Почему не годится? Ну, конечно, психа будем убирать там и так далее. Это сразу видно. А вот, если есть нормальные отзывы, а особенно если мы поставим там задачу, что вот нам нужно как-то определиться, что важно в этом деле. И все. Во всяком случае один из таких пунктов может быть. Но это очень плохо, что вы не понимаете, потому что вы у вас благодарите. Ну, вот такой я не до разума. Не понимаю. Алексей Викторович, вопрос вот в чем. Вопрос состоит в том, что вот допустим на сегодняшний день у нас появилось 100 тысяч евро. И вот нам нужно... Ты же так, где они? Ну, это я вам отдам, но не сейчас. Я не знаю, что за люди так собрались. Послушайте меня. И допустим, нужно вот этот грант дать человеку, который даст самое лучшее предложение по астро-биологии вот в рамках этих денег. А что тут такое? И мы обсуждаем этот вопрос, выбираем и говорим. Я, допустим, считал, вот я считал и так считаю. И ради, я говорю, еще многие люди, мы с Альбертом Абубокировичем этот вопрос обсуждали. Председательствующий, пожалуйста, считалось, что наиболее высшим достижением... Регулировать просто. Я сейчас положу первому. Я сейчас положу первому. Я сейчас не перерезаю. Вы не дайте нам. Мне кажется, нам надо готовиться на исходные позиции. Ну что, вот скажите, у нас сейчас конференция по астро-биологии. И нам нужно вот не ограничиться тем, что мы положили... Альбертом Абербайджан, возьми меня в харафон, а? Когда завершится наша конференция, мне кажется, что мы должны за эти три дня продумать и к концу конференции все-таки собраться и решить, что может наша конференция дать вот для астро-биологии? Каким образом мы можем решать те проблемы, которые перед нами стоят? Что нам для этого нужно? Мне кажется, что все-таки в рамках конференции нам нужно сформулировать некий краткий документ, в котором мы сформулируем краткое наше достижение и обратим внимание на наши проблемы, которые нам нужно решать. И этот документ надо просто решить через Совет по астро-биологии, куда его направить, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Это один вариант. Другой вариант, мне кажется, все-таки разумным создание интернет-ресурсов, которым наши работы будут постоянно, так сказать, пополнять и включать. На этот интернет-ресурс тоже надо постараться обратить внимание соответствующих структур, естественно, масс-медиа. И тогда масс-медиа будет иметь источник, откуда брать информацию и к кому обращаться и привлекать там для этих самых интервью. Да. Ну, я никоим образом в ваших предложениях не... Я думаю, что это полезно и что оно все вписывается. Но все-таки нужно вот какое-то такое практическое русло направить в наши усилия по привлечению внимания к нашим работам. Потому что, действительно, если мы этого не будем делать, то в России астро-биология сойдет на нет. Мы просто, в конце концов, уйдем туда, откуда мы вышли. То есть, скажем, если люди, занимающиеся экстремальными местопитаниями, они так как бы туда и вернутся. В экологию, всевозможные, так сказать, интерпретации разного характера. Но мы не сможем вносить свой вклад в общее дело астро-биологии. Потому что мы просто потеряем позиции. Лена, когда план высадить людей на Марс, тогда микробиология там прекратится. Потому что все будет интересоваться, как там люди живут. Микробиология не прекратится никогда, потому что сразу станет вопрос, поднимутся вопросы карантина, причем очень громко поднимутся. И все это превосходится на программу. Ну, хорошо, конкретное предложение. Я член редколлегии астрономического вестника, исследования Солнечной системы. Михаил Яковлевич у нас главный редактор. Давайте я поговорю с Михаилом Яковлевичем, чтобы мы не специальный номер, но три или четыре статьи вместе о астро-биологии были опубликованы. Я добавлю. А? Я добавлю. А вы публиковали что-нибудь там? А? Вы публиковали что-нибудь там? Ну как? Санфомолити публиковали у них там. Санфомолити рассуждение. Я просто напомню, что вот я уже начала об этом говорить, но это прервалось. Нет, ну нет никакой проблемы. Моров всегда готов. Да-да-да. И это, кстати, было недавно объявлено об этом же. Вот я уже говорила, что в Икии сейчас мы организовали семинар по астрологическим методам. И стараемся, так сказать, привлечь туда как можно больше народа, не только тех, кто занимается астро-биологией, но и тех, кто занимается чрезвычайно полезными вещами. А таких людей на самом деле очень много, которые и методически занимаются очень нужными вещами. Их просто нужно привлечь, чтобы они послушали и проявили интерес, и вот чтобы возникли вот эти коммуникативные какие-то контакты. Так вот, как раз Маров на заседании, вот на втором заседании этого семинара, а этот семинар вообще мы собираемся продолжать, или его сделать таким систематическим, и Зеленый даже хотел бы его сделать международным таким семинаром, то есть как бы предать ему статус такой. Так вот, Маров как раз на последнем, вот на втором заседании этого семинара, он сказал, что он готов опубликовать в Вестнике, в астрономическом Вестнике ряд статей, касающихся астро-биологии. Ну вот, в первую очередь, можно действительно какую-то вот для начала сделать такую по нашей конференции, такую общую какую-то публикацию, вот Андрей прав, просто даже собрать вот по материалу. Ну, кратко. Не обидит никого. Ну, связано так, что это все обучить, естественно, никого не обидит. Понимаете, здесь есть вот тоткий момент, потому что вашего семинара прошло уже полгода, два года назад был семинар по экзопланетнике организован, с той же благим намеренным опубликовать пакет статей по семинару в нашем журнале. Все шло писать. Поэтому вот эта школа, это хорошая, хорошая, хорошая возможность вот именно объединиться, скажем, статья вот Алексея Юрьевича, вводная про эту, ну, про эту нашу школу и так далее. Ты что он лениво не напишет? И несколько статей просто обязательно. Вторую часть этого самого обсуждения. Но дело в том, что вообще ведь все, что касается Астроганбеки сейчас у нас, все развивается, с моей точки зрения, очень нормально. Если вы вспомните, было там, скажем, по одному заседанию раз в несколько лет, а сейчас у нас в этом году только 4 или 5 заседаний в разных местах. И в разных местах работают люди, и я впервые удовлетворен тем, как это все происходит. Вы хотите обязательно как-то канализовать все это хозяйство и обязательно создать вот какой-то сборник, а тем более призывы к тому, чтобы, значит, напечатать всех, кто хочет, чтобы никого не обидеть. По-моему, это совершенно неверная позиция. Ни в коем случае нельзя печатать все, что кто захочет. Обязательно должны быть хорошие рецензии на то, что печатается. Тогда уровень будет нормальный обязательно. И, знаете, вот то, что сейчас я услышал, говорит о том, что сегодня, сейчас мы не готовы к тому, чтобы такой канализованный вариант какого-то принимать документы, решить в этом духе. Мы нормально работаем. И я, например, получаю колоссальное удовольствие от того, что я слышу в ИКИ, здесь слышу, в Дубне. Понимаете? И у меня такое впечатление, что еще немножко, и мы войдем в следующую фазу, когда наше заседание будет более осмысленное. Ну, сегодня уж вы меня простите, раз зашел об этом разговор, сегодня, например, я услышал, когда многие доклады, я начал понимать, что некоторые доклады, блестящие по сути, скажем, материала, прямого отношения не имеют, скажем, к астробиологии. Имеют только очень внешне-косинное отношение. Ну, посредственно. Ну, посредственно, пусть будет так. Хорошо. Значит, мы прежде всего сейчас ошибаемся в формулировании задач, которые перед нами стоят. Но пытаться сформулировать наши задачи через формулирование того, что такое астробиология, довольно бессмысленно. Потому что никто всерьез не сможет предложить сейчас определение того, что такое астробиология, тем более, что вообще это даже не нужно. Вот я вам расскажу эту историю, которая была перед тем, как опубликована была книжка «Проблемы происхождения жизни». Я не знаю, наверное, не все видели эту книжку, но, в общем-то, это произведение серьезное. Особенно серьезное, потому что там опубликована вся дискуссия, на которую давал столько времени, сколько хотел человек говорить, как сказать. Когда человеку дают в дискуссии выступать столько, сколько он хочет по времени, он гораздо более дисциплинированно выступает, чем тот, которому дают там 3-4 минуты, он не сразу соображает, что самое главное нужно сказать. Понимаете, и вот тогда, когда мы собирались, а я вам скажу, кто там был, там был Заварзин, Спирин, Кардашов, Газенко, Григорьев. И, понимаете, первый вопрос, который был задан в первые несколько минут, не нужно ли надо начать с того, чтобы сформулировать, что такое жизнь? Я сказал, ребята, вы что, если мы начнем формулировать сейчас, что такое жизнь, мы никогда ничего путевого не сделаем. Потому что вообще всякие терминологические изыски – это не наука, а это около научной деятельности. Поэтому я вас тоже призываю избегать всяких вот таких обсуждений по терминологическим изыскам и по формулированию некоторых задач, которые формулируют нашу деятельность. И следующий момент, еще очень важный, который с моей точки зрения нужно иметь в виду. Фундаментальная наука – это не та наука, где можно определить направление исследований. Это ведь чудовищная ситуация, которая сегодня сложилась в нашем государстве, когда мы определяем приоритетные направления фундаментальной науки. Фундаментальная наука может делаться только страшным покрытием, потому что, слава Богу, или, может быть, наше несчастье, мы не знаем, из чего завтра вырастут самые интересные вещи. И фундаментальная наука – это не прикладная наука. И никакие формулирования задач государственных фундаментальной науки не может быть. Фундаментальная наука – это само по себе главный приоритет государства. А вот прикладная наука должна быть сформулирована интересами тех людей, которые занимаются управлением государства. Это правильно. Так вот, в нашей деятельности, когда мы говорим об астробиологии, знаете, я даже такой слайд нарисовал, хотел его показывать сегодня, как соотносится астробиология с биологией. Я нарисовал два кружочка. В одном было написано, что биология внутри астробиологии, а в другом было написано, что биология внутри… Ну, в общем, наоборот. Это говорит только о том, что это довольно, понимаете, беспрессивная деятельность – пытаться сейчас определить, что самое главное. Мы не сможем сформулировать, что самое главное, разумно. Мы сможем это сформулировать только исходя из наших вкусов, исходя из того, чем мы сами занимаемся. Вот это мы можем. Но это нам не нужно. Мы можем придать нашей фундаментальной науке, а у нас фундаментальная наука сегодня звучит, прикладной характер. Астробиологический прикладный характер. Подожди, а вот что ты имеешь в виду астробиологический прикладной характер? Реально то, что делается для поиска жизни во Вселенной. Ну, дело в том, что здесь сразу, в том, что ты говоришь, формулируется, значит, главная задача астробиологии – поиски жизни во Вселенной. Это не главная задача астробиологии. Алексей Юрьевич, как человек старше вас, я, я. А сколько вам лет, Юрьевич? Конечно. Ну, сколько вам лет-то? Вот вам сейчас тогда будет, после этого через три месяца будет мне столько. Значит, мы молодые. Нет. Вот так вот. Я поставившему стулу, вы меня простите, пожалуйста. Прощаю сразу. Задача-то не в этом стуле. Никто не хочет сказать, что такое астробиология. Нет. Мы хотим на сегодняшний день, в сегодняшний день, в сегодняшний день, сейчас, завтра, после завтра, зная наши ресурсы, возможности людей, ум и так далее, и так далее, сказать, что может быть наиболее интересным. Все правильно, Юрьевич. Только единственное, что мы этого не знаем, Мы только сейчас узнаем, какими мы располагаем ресурсами и что может у нас получиться. Мы только узнаем. И замечательно. Сегодня пройдет эта конференция. Что-то будет опубликовано. Что-то будет опубликовано. И дальше что будет? А я должен сказать, что мне неприятно, что я старше вас. Я думал, что я моложе. И заниматься своим делом. И пытаться в конце, ну может быть здесь в дискуссии в конце подвести некоторые итоги. И так, скажем, на этом совещании мы выяснили, что вот это, это, это интересно. Интересно, актуально. Я бы не стал бы оставить актуально. Сегодня актуально, завтра нет. А вот интересно это да. Интересно это да. А интересно может быть не актуально. А может быть и нет. Давайте заниматься прежде всего нашим делом, любимым, интересным и так далее. И из этого дела мы что-то извлечем. Извлечем мы довольно быстро, потому что так как развивается последнее время у нас ситуация в стране по астробиологии, меня, например, это очень устраивает. Но если несколько мест образовалось, если было привлечено кучу народу и стали заниматься разными вещами, что же еще нужно? А когда мы хотим сформулировать для прессы, для наших командующих в государстве что-то такое, делом в нашем государстве, для которых ты хочешь что-то сформулировать, никто не интересуется. Вот в чем беда. Поэтому давайте мы будем делать свое дело для себя и поддерживать друг друга. А вот, скажем, призывать фоно или правительство, или что-нибудь в этом духе к тому, чтобы что-то нам могли сделать, это не последнее, это бессмысленное дело. Бессмысленное. Поверьте мне, я, значит, как академию секретарь вам точно говорю, я делаю 95% работы бессмысленной. И только единственный смысл есть это в том, чем мы с интересом занимаемся и друг с другом делимся этими результатами. Вот сегодня так. Но мы должны рассказывать людям на улице, скажем, что такое... На улице, если вы можете кому-то рассказать на улице, это будет замечательно. Но об этом разговор сегодня и шел, что нужно в средствах нас, информации какие-то, в общем, вещи... Ну, понимаете, какая штука, поскольку мне приходится очень часто связываться с прессой, выступать там и так далее, и писать даже, то я не чувствую здесь себя ущербным в этом отношении. Но, конечно, значит, поскольку в нашем государстве в последнее время был запрет на всяческую пропаганду науки, только последние, значит, там, скажем, пару месяцев, этот запрет снят, то, конечно, лучше, если мы будем с прессой иметь дело и давать информацию. Только я вас очень прошу, за прессой нужно внимательно следить. Потому что если мы будем выдавать такую прессу, как вы зает Прокотенко по 4-му каналу... О! А вы не хотите, да? Вот за этим нужно следить. Нет, но Академия наук официально запретила давать интервью, это Рент-ТВ и так далее, насколько я знаю. Ну, знаете, запретить, давать интервью невозможно, но воздержаться от этого дела следует, конечно. Но я вам должен сказать, что, скажем, в нашем институте на вахте есть список, какие каналы и какие газеты в институт не пускать. А ты где? У нас тоже. У нас тоже. Ну, правильно. То есть нужна цензура. Поэтому с прессой нужно быть очень осторожными. Это безусловно. Вот когда я не видел с прессой, я всегда прошу обязательно представлять мне текст, который будет в эфире или, скажем, в газете. Ну, не всегда это получается, иногда печатают вопреки всему этому самому делу. И у меня вся пресса делится, значит, на три категории. Пресса коричневая, пресса желтая. Ничего смешного, да, да. И третья пресса, она у меня называется рыжая пресса. Нет, не смейтесь, я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что в президиуме у нас есть одна девушка, которая занимается тем, что она снимает заседание президиума. И у нее рыжий цвет волос. Она замечательная девушка, снимает хорошие, значит, кадры о президиуме. И она называется рыжая пресса. Ну, я так называю. Ну, я ее тоже называю рыжий пресс. А остальные прессы все, с кем я делаю, они все... А остальные прессы? Нет, остальные это все коричневые и, соответственно, желтые. Спасибо большое. Скажите, а какое нам надо действовать? В рыжий мы не можем действовать. Ну, а почему приходить? Нам действовать. Значит, нам нужно с прессой работать так, чтобы ее контролировать, что они выдают. Вот и все. Можно? Все правильно. Проверили. Да, Леня. Алексеевич, вы уж меня простите, молодую дерзкую. Но вот мы сейчас обсуждали вопросы. Я во многом согласна с тем, что вы говорили. И сама буквально несколько минут назад то же самое, ну, отчасти пыталась донести. Ну, вот вы сейчас говорите, что надо заниматься любимым делом. И я сижу и понимаю, что я опять возвращаюсь к тем вопросам, от которых мы в начале нашей дискуссии хотели уйти. Это финансирование. Как только мы перестали задумываться над базисом, над теми основными, над столпами, которые мы хотим, чтобы лежали в основе нашей науки, молодой, зарождающейся в нашей стране астробиологии. И как только мы решили, что, ну, да, хорошо, будем продолжать заниматься своим любимым делом, а вот тут встает сразу вопрос. Если никто не знает, что такое астробиология, нет такой специальности, нет там того-сего, нет в РФФИ такого направления, как заниматься любимым делом, если оно не может быть сфинансировано. Если под него не развивается какая-то материально-техническая база, специально под это направление, как под физиков, под химиков, под молекулярных биологов. Это уже получается нелюбимое дело. Это уже жизнь вопреки, это вечная борьба, а хочется в удовольствие. Глент, значит, я только хочу напомнить одну вещь. Значит, моя фамилия ни Путин, ни Медведев, ни Катюков, и даже не Форд. Человек, который занимает пост академика секретаря отделения, у нас в академии это человек, который не имеет никаких денег, вот, и никаких, значит, юридических прав. Вы должны знать. Поэтому, все равно, чем я могу помочь, это каким-то советом или, значит, какой-нибудь рогу не успевать, и больше ничего. Теперь надеяться на то, что мы будем получать под астребиологию деньги, это довольно наивное дело. Поэтому сегодня нужно терпеть и задеваться своим делом вот так, как есть. Ничего не поделаешь. Вот и все. Я с этим тоже согласна, и я даже не предполагала, чтобы начать отвечать на этот вопрос. Я к тому, что, может быть, все-таки нам заняться астробиологией, как астробиологией, наконец, показать и государству, и тем, кто руководит государством, что есть такая наука. Что люди этим занимаются, и это очень важно. Государству вы не сможете показать, что такое наука, а вы хотите астробиология, такая наука. Убили, вот просто убили сейчас. На повал. Значит, придется терпеть, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, потому что, значит, понимания того, что науке нужно государству, у нас, к сожалению, пока нету. Ну, значит, хорошо известно одна вещь, что для такого государства, как Россия, такого масштаба, нужно охранять три вещи. Это, от этого зависит остойчивость, неустойчивость, а остойчивость государства. Это армия в широком смысле, это образование и наука. У нас этого понимания нет. У нас сейчас только схватились за армию, наука это вообще размещение, на которое не нужно тратить деньги, а образование у нас услуга. Вот, сегодня мы находимся в таком положении. И мы должны заниматься вместе с астробиологией еще тем, чтобы пытаться исправить вот это положение. Конечно, когда у нас есть высшая школа экономики, которая формирует сознание людей потребителей, а не созидателей, то это все очень трудно. Мы, мы живем в такое время, мы должны отдавать себе отчет, что это так. Ну, может быть, тогда заниматься нашим хобби поактивнее просто. Значит, Георгиевич, я уже говорил об этом самом деле. Да, 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 сегодня. Значит, мне уже столько лет, я сошлась к несчастью, да, что я могу себе позволить говорить то, что я думаю. Потому что, потому что, значит, это я одному из лицепрезидентов сказал, я рассказывал, да, звание академика у меня не одни. Вот, песню тоже, право работы в институте тоже. И, как я узнал в последнее время, академик-секретарь, это та должность, поскольку у меня нет никаких неправ, ни, понимаете, ни денег, то, соответственно, должность академик-секретарь такая, с которой невозможно уволить меня ни президенту страны, ни президенту академии, ни любому другому должностному лицу. Нужно собрать собрание, чтобы меня уволить. Так что я должен думать над тем, кого, как, понимаете, назвать, и что вообще я думаю на самом деле. Ну, в конце вот этого, так сказать, конференции, которая произошла, действительно, в конце я подытожу, послушаем все доклады, правильно? У вас еще будет круглый ствол. Вы все хотите, я хочу сказать, что это, это что-то можно, значит, будет напечатать. Ну, и все, я думаю, что у вас подыток не может, значит, вот и все. У того же мало, у нас тут. Борис, это конференция? А? Он с реалом конференция, что-то напечатать? Ну, почему нет? Если найдется человек, который в состоянии на двух-трех страничках инфекцию наших заседаний сделать, это будет прекрасно. Лес рук, я так понимаю. Кто тот человек? Ну, кто человек? Человек стоит и разглагольствует, и жет. Нет. Как это нет? Спасибо. Продолжение следует...